Микс Ньюз Утро на Болткоме Доброе утро, мы продолжаем наше утро и две гости у нас сейчас в студии до половины десятого будут это совладелица агентства пиар-линия Ирина Гал... Дроздова, простите вот мы сейчас обсудили фамилии, конечно же конечно же и Владислава Галкина у нас в студии сегодня доброе утро главное не перепутать что я сделала с самого утра говорим мы сегодня о фестивале Ботаника такое название романтичное девушки романтичные вообще настроение такое летнее прекрасное и замечательное первый концерт уже прошел это была Алоэ Вера вот такой тысячачий состав Ботаника нет, у нас будут мальчики мы сейчас будем разбавлять да, 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 это так случайно что ждет нас на этой неделе в четверг уже у нас концерт у нас, у вас, у нас у всех у нас у всех, да, у всех концерт это прекрасная певица композитор, поэт даже можно сказать Женя Любич это девушка, которая воплощает самую, наверное какую-то уходящую эпоху Петербурга она очень романтичная очень красивая, интеллигентная, умная и ее творчество вот такое вот изысканное, элегантное ее называют русской француженкой потому что она долгое время выступала в проекте Новый Лвак это французский проект они перепели хиты по-моему 70-х, 80-х годов на французском таком это же басановый стиль в принципе такой вот у них только на французском новая волна да, новая волна вот, она стала знаменитой в принципе участвовать в этом проекте хотя до этого писала песни она очень первые песни она написала в детстве на самом деле то есть она такая очень одаренная одаренная, да и музыку писала и вообще она вся такая, знаете вот, как девушка из благородной семьи она занималась музыкой она училась в Вагановском училище и мечтала быть балериной но потом у нее случилась травма и эта мечта не сбылась вот, и теперь она за то, как запела, да? да, да, да у нее абсолютно свой стиль ее невозможно ни с кем перепутать она очень своеобразная вот ну, она совсем не меланхоличная это, у нее есть и драйвовые композиции то есть концерты ироничные есть да, мы на самом деле Женя подошла на третий раз будет в Риге первый раз она была в составе акустическом с басистом потом они были втроем и сейчас они едут полным составом и очень серьезно подошли к подбору программы то есть это действительно композиции будут перемежаться лиричные хиты и какие-то новые и плюс специально подобранный видеоряд каждой композиции которая нас сейчас готовит с петербургскими художниками уже подготовила уже подготовила, да то есть это будет такой целый ну, скажем готовый продукт который погрузит в творчество Жени который действительно является такой, ну, явлением сегодня на сцене это что-то такое особенное но рекомендуемое не только любителям лирики и чего-то такого романтичного нет это абсолютно качественный современный продукт рассчитанный на ну, не на широкую аудиторию конечно в нашем я хочу спросить а кто ее аудитория как вам кажется кто какой-то посредник вы знаете у нее на самом деле Женя она очень много написала саундтреков к фильмам и вот и поэтому у нее аудитория она очень такая скажем ее песни такие более взрослые наверное это там 25 плюс а вот то что она написала для фильма для фэнтези российской Он дракон которая очень популярна вот среди такого скажем юношества и вот ее эту заглавную песню Колыбельной тишины если вы наберете в ютубе ее перепели девочки и мальчики я не знаю там 12-16 лет они ее все перепевали на гитаре был такой целый флешмоб когда они их записывали выкладывали делились вот поэтому аудитория у нее очень широкая на самом деле вот даже сложно так сказать вот потому что когда у нас была Талая Вера да это такая больше молодежная аудитория люди которые любят танцевать и которые любят с другой стороны там глубокие тексты да а у Жени у нее но я не знаю кто придет будет интересно кто придет на наш концерт вот какая публика вот потому что многие ее знают многие многие как мы подали информацию заинтересовались форматом потому что у нас такой мы так его прям французский флёр да то есть мы хотим сделать еще перед самим мероприятием вход семи и на час Женя подготовила плейлист сет своей авторской а не своей авторской музыки а именно из своего плейлиста то есть начали разогрев некий разогрев от самой Жени мы его не слышали то есть будет играть ну записи соответственно потом сам концерт ну и плюс все наши партнеры которых мы пригласили подобрали для мероприятия они все отвечают такой французской концепции это французские вина французское даже пиво устрицы какие-то закуски то есть ну нам кажется что это должно быть для всех любителей французского должно быть хорошее красивое мероприятие концепция сохранена от начала до конца мы вот хотели когда мы задумали фестиваль мы думали на том что какая-то фестивальная жизнь тоже должна развиваться то есть это какой-то концерт и что-то еще дополнительное и поэтому мы вот продумываем какие-то наши промо-деформации ну да мы пиарщики нам чешутся ручки что-то еще добавить чтобы это было интересно много вы вот работая много лет вот как вы говорите пиарщиками вы где-то что-то как бы замечали у клиентов что вот здесь бы вы по-другому сделали ну ладно тут вот заказ такой здесь по-другому конечно вот здесь уже на своем обкатали какие-то моменты нам вообще сложно мы когда начинаем работать над каким-то проектом невозможно избавиться от от каких-то внутренних диалогов или советов иногда даже владельцам бизнеса как этот бизнес подкорректировать то есть но это не только музыкальный бизнес нет абсолютно абсолютно в разной сфере то есть и в визуальном каком-то моменте и в самом определении той самой целевой аудитории иногда она неправильно выбрана отсюда проблем то есть естественно конечно то есть опыт у нас 17 лет в этом в этом бизнесе в маркетинге поэтому да мы наверное уже это это происходит непроизвольно мы наверное каждый продукт каждый каждый концепт каждое позиционирование через призму своих каких-то знаний перепропускаем были какие-то моменты которые вы вот не ожидали что например так отреагируют люди или по организации какой-то ну я говорю у вас опыт большой но при этом все равно же там кто-то неправильно колонку подключил не знаю звук нет мы на самом деле так как мы много тоже лет и работаем и корпоративы и вот тоже концерт у нас были мы настолько щепетильно относимся к вопросам звука что у нас там все вот тут четко очень мы заранее все отзвучиваемся отслушиваемся у нас было сейчас на лое вера так как зал был новый у нас как сказал как сказали нам ребята из группы у вас говорит звук еще на 10 концертов это сейчас только много но мы перестраховались и вот максимально вот поэтому ну да технических сюрпризов скажем у нас не бывает это могут быть лишь приятные сюрпризы как люди отреагировали ну не знаю какой-то всплеск наоборот лишний счастье от того что что-то такое случилось люди не ожидали вот по поводу зала кстати когда было заявлено я знаю что были некоторые люди которые приехали в дворец культуры даже приехали приехали кстати да мне звонили и могли найти а это оказалось у нас были даже специальные публикации в социальных сетях многочисленные о том что мы говорили что это не не дом как он дворец дома культуры с культурой но это не там а это творческий квартал ВЭФ и там камерный зал он оборудован он очень кстати многие кто пришел в этот зал очень удивились что такой зал пустой зал очень классный он очень новый да он очень новый он очень такой он уютный он не такой как просто коробка и там очень так все ну уютно то есть там такой балкончик такой красивые там цветочки стоят то есть он такой весь ну действительно хороший зал да очень хороший зал мы его будем использовать впредь еще не раз да а вот что после ботаника вы же наверное навсегда всегда на какой-то один-два шага уже дальше думаете ну ботаника навсегда пока так как у нас большие планы у нас же концертов много у нас к минимуму в лайнапе еще шесть групп мы бы очень хотели да то есть до конца года у нас поэты в планах я очень заразилась поэтами в Риге пока только конечно у нас же мы же такие патриоты Риги мы делаем все на базе Риги чтобы привлечь сюда как бы дополнительное внимание открыть аудитории что-то новое то есть да так вас поддерживает год примерно у вас ну в данном случае мы не обращались да пока это такой проект он же не благотворительный а ну вот с Холмсом с какими другими сколько мы не обращались помогал да конечно ну Холмс да это такое ну вот сейчас летом будет в Юрмале пользуясь случаем быть мы анонсируем 20 июля да да в Юрмале но программа все остальное позже чуть-чуть вот мы так ну какой-то все-таки будут да ну от того что лето представьте пляж бадминтон ретро-дам полосатые купальники должно быть и Холмс ну это это своего рода мы вначале думали что должны быть именины Ватсона но нет так как 19 июля родились оба лучших кинохолмса и камвербай челиванов ну конечно же это день рождения только летняя сессия по поводу ботаники еще вот про поэтов да 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 я как-то вся погрузилась в этих молодых поэтов российских потому что у них сейчас бум поэзии просто и у нас была одна поэтесса еще в наше приезжала тоже к нам на наше мероприятие такая Марина Кацуба и которая вот после года два назад была да и она тогда была как такое ну как белая ворона ну была конечно полоскова понятно наверное кто-то был кого мы не знаем но в принципе она была очень такой штучный товар и все так на нее смотрели как вот она приехала читает стихи а сейчас это просто волна молодая девушка красивая то есть это все действительно они все до 30 лет они модельной внешности то есть это очень красивые люди а не было определенного риска потому что ну кажется что прошли те времена когда вот действительно поэзия была в топе да ну мы видим наоборот вот сейчас всплеск интереса к этому в России тем более и сейчас самое интересное что вот например у нас многие лидеры групп вот которые пишут вот та же та же Вера она и поэтесса ее приглашают в поэтические какие-то там проекты где она читает свои стихи то есть у нее есть еще помимо музыкальных текстов у нее есть самостоятельные стихи и даже есть спектакль где у нее перемежаются какие-то там не знаю или это просто музыкальный ряд или как и стихи она читает вот поэтому и вот тот же Саша тоже из группы Сансара Саша Гагарин он тоже читает он тоже пишет стихи тоже независимо от того что у него есть группа там уже много лет и он туда тоже пишет как тексты для песен но также у него отдельно поэтическое творчество ну то есть действительно все ребята кого мы скажем хотим Риге показать точно талантливые люди которые но это только Россия или это могут быть и это могут быть но пока Россия потому что там такой непочатый край конечно мы открыты и если что-то вот будет интересное все равно к нам приходит сейчас еще многие пишут нам на самом деле да на фестиваль ботаника узнают или как-то мы бы тоже хотели принять участие и так далее то есть возможно как-то расширится география вы сказали что ботаника навсегда а вот сейчас до конца года то есть это с какой-то периодичностью ну не только концерт это как не знаю как правильно перформансы называют поэтические перформансы вечера какие-то и это на протяжении но это получается тогда этот год закончится следующий на следующий год уже есть да в этом году мы даже не успеем то что задумано вот и будем надеяться что все что мы задумали получится и наверняка будет что-то новое и но это не всегда будет вот этот зал ну нет нет следующая площадка у нас вот ну скажем пока мы еще не анонсируем но я думаю на этой неделе мы уже сообщим это возможно будет ботанический сад это лето фестиваль ботаников в ботаническом саду на открытой площадке среди цветов очень хочется это сделать мы надеемся все получится а по поводу вот того что прилегает к фестивалю не только само выступление артиста но вот как вы уже сказали шампанское выпивка закуски и кофе это требует отдельные вещи совершенно правильно это требует какого-то тоже места и организации как в зале в обычном зале вот это вот все организовать если ты придешь в четверг увидишь там настолько все органично у нас на самом деле очень интересные тоже мы не просто зовем людей которые на столике раскладывают у нас например кофе это такой фургончик классный кофейный который или как это называется он заезжает он прям заезжает так же который как машинка так же с алкоголем это такой бусик это очень стильный то есть мы подбираем партнеров нам очень хочется чтобы все эстетически соответствовало месту то есть все партнеры что касается кеттеринга они оформлены подходящим образом они все не банально не стандартно все так мы стараемся чтобы это было когда уже гости пришли они сразу окунулись в какую-то атмосферу фестиваль что-то особенное не просто так вот мы очень стараемся надеюсь у нас получается а есть ли у вас какая-то возможность не знаю абонементов когда фестивали проходят такие не знаю есть абонемент но вот если мы уже так вот мы сейчас у нас были пробных два концерта как вообще понять как это все будет получаться и потом обязательно да почему нет если у нас действительно будет конкретная программа на следующие 3-4 концерта да наверное так будет правильно потому что мы действительно ну не понимали аудитория вот наверное в четверг будет понятнее сколько скажем публики с первого концерта придет на второй и так далее в принципе это плюс-минус перемежающая аудитория потому что ну наверное вкус музыкальный вот он такой определенного направления, хотя, ну, они разные все равно, это не... Все очень разные, да. Да, имеют свои особенности. Но я думаю, что аудитории ботаники только, вот скажем, которая почувствует... Но, может быть, она сейчас как раз будет формироваться, то есть, люди пришли на один, на два концерта, им будет просто интересно, даже не зная, допустим, кто будет следующий, не зная, допустим, этого исполнителя, им будет интересно на этот концепт прийти, уже доверяя нам, что у нас интересные артисты. А можно сказать, что вот этот проект, в том числе, это такой определенный, ну, не знаю, вам нравится такой драйв ревизки, а почему, Глеб, может, есть целый ряд продюсеров, не пиарщиков, но продюсеров, да, которые, ну, как мы видим, да, они знают, что, не знаю, есть Юрмала, летний сезон, надо привезти какую-то звезду немудростого мукава, и будет полный зал, да, только надо вот этот вот менеджмент сделать простой уже, ну, для них надо простой, да, отработанное, да, и понятно, что народ пойдет, да, а вы все-таки пытаетесь, ну, не знаю, раскручивать, может быть, не то слово, но все-таки как-то вот подать вот еще не, ну, не таких, может быть, не звезд еще тупо уровня. Ну, да, мы взяли на себя такую смелость, наглость и риск своего, там, рода, действительно, руководствуясь своим вкусом, руководствуясь вкусом наших друзей, открывать имена, да, там не наша история абсолютно, мы не стандартные, просто неинтересно так работать, да, то есть привезти там звезду какую-то. И потом для этого есть действительно продюсеры, которые работают на этом рынке успешно. То есть там особо пиарщики не нужны, да? Да, да, там все проще. Нам интересно так, как работа должна приносить удовольствие, поэтому нам это очень... Мы со многими артистами дружим, то есть это наши такие вот, ну, не знаю, близкие люди даже уже, можно сказать. Еще я так вот недавно анализировала, наши проекты, как мне казалось бы, вначале такие странные и непонятные, там тот же Одесский дворик или тот же День рождения Шерлока Холмса, они вначале не ставили задачи вот быть долго играющими. Это было вот по велению души, да, и все. И теперь, ну, нас не отпустит ни одна, ни вторая история. Мы надеемся, так же получится с ботаникой. То есть, ну, это покажет время. То есть, не стоит задача. Это сложно. Вот про время у вас его меньше наверняка ведь стало. Вот да. Да, мы очень... И как жить? Вы отказываетесь от чего-то, от классических... Классической своей работы уже, вот, на которую... Нет, мы работаем. Не дошло до такого. Мы, наверное, не хотели бы, скажем, ну, чтобы так случилось. Это не задача, да, потому что все-таки, как бы, свои профессиональные знания, ну, и вообще применять, ну, только, скажем, на свой этот правиль, это больше... Это не назовешь хобби. Конечно, да. Плюс, ну, да, тут, скажем, история музыкальная только, да, нам интересно работать с проектами самого разного бизнеса. Поэтому мы, да, мы продолжаем сотрудничать с нашими постоянными партнерами, клиентами, да, и готовы к новым... Параллельно делаем. На самом деле мы наловчились, например, вот в социальной сети я взяла на себя... Да, Влада стала СММщиком. И я просто как-то это... Сначала мне это было очень сложно, потому что я не представляла, как это все, надо же это заполнять, потом надо раскручивать эти новые аккаунты, все. Ну, как-то научилась делать в перерывах что-то, я делаю там и макеты какие-то в телефоне, и как-то вот это все, естественно... Вот та сложность, с которой мы сталкиваемся. Мы на свои личные проекты, нам очень сложно взять сотрудников, потому что они не будут чувствовать, что хотим сообщить мы. То есть, как бы, если это какой-то бизнес, такой понятный и имеющий, ну, скажем, определенный брендинг, да, да, тогда да, на наши проекты, ну, приходится делать все самим, и не то, что приходится. Ну, не все, а, скажем, ну, по-моему, это только от нас, да, должно исходить какие-то месседжи, потому что, ну, да, это, наверное, наш такой авторский проект, поэтому он... Ну, да, все сами, все сами. Всегда перепропускаем, да. Спасибо совладелец агентства пиар-линии, Эрана Дроздова и Владислава Галкина, и фестиваль «Ботаник» рассказали нам все. Да, и ждем, приходите. 23 мая, начало в 19, концерт в 20. И Женя Любич тоже в четверг будет за нас в студии, после 12 или после 13.00. 13.00, да. Вот, уточнили, спасибо. Спасибо большое, хорошего дня.